так сегодня в посадках капусты изящная от компании ваше хозяйство нет ни девочек ни мальчиков по шутке в сторону ребята такие сказки нам рассказывали в детстве но на самом деле сегодня хочу с вами поговорить о замечательном сорте капусты я его уже назвала называется изящная с уникальной форме кочана от компании ваше хозяйство несколько вилочков у меня еще засиделись на грядке и пришло время подвести итоги выращивания что мы с вами сейчас и сделаем только взгляните это настоящее чудо природы и достижение селекционеров средний ранний сорт который формирует вот такую розетку в форме зеленой розы посмотрите вокруг листы формируется слегка отогнутые лепестки своеобразные как будто розочки а внутри как будто полураскрытый бутон качан вытянутой эллипсовидной формы чуть-чуть как бы заостренный снаружи если такой качан срезать конечно мы сейчас форму его внимательно рассмотрим а пока хочу сказать посмотрите розетка такая припоинтой над землей прямо стоячие листочки с богатым восковым налетом и если посмотреть хороший зеленый цвет соответствует здоровью этой капусты выращивала я ее традиционным способом как обычно белка чану капусту сеяла и в последней декаде марта не торопилась на рассаду выращивала индивидуально каждый саженец в отдельной кассете и соответственно высаживала уже в конце апреля суда автаны или ведь остались только дуги сверху нас был тоненький спонбонд и на холодное время когда у нас в марте пришел склон со снегом и с морозами у меня капуста высажена уже куковала под слоем пленки после всей этой погодной перипетии мы ее открыли оставить только под спонбондом обильный полив засушливую погоду подкормки раз в неделю чередовала до момента завязи формирования вилков органические и минеральные очень начале роста капуста любит подкормки бродиловкой с добавлением мела кормового потому что у меня собирала слизи которых на моем участке в низиной местности расположены большое количество и конечно же в жаркую погоду все-таки делал акцент на поливе большая прелесть и преимущество этого сорта в том что он не растрескивается даже в жару когда растение требует обильного полива другие сорта и гибрид белокочаной капусты у меня начало просто рвать вилки а эти целехенькие давайте срежем один красавчик и посмотрим на него вблизи давать срежу в прямом эфире один кача какой хруст смотрите какая роза у меня в руках немного зачистим наш качанчик и покажем вам поближе удаляем излишне покровные листочки тоже хрустят они с ярким таким насыщенным звуком там кроликам их они любят капусту у меня вот так вот чуть-чуть защищаю качанчик вот такой товарный качан массы от 800 грамм до 1300 граммов формирует капуста белка чаны изящная в среднем за 115 120 дней с момента полных сходов чуть-чуть я подрезаю кочерыжку кочерыжка наружная подпись вообще срезали качан это что нас осталось с покровными листочками среднего размера а внутренняя кочерыжка небольшая посмотрите какой крепенький нас качанчик образовался давайте мы его разрежем вдоль какой плотный хрустящий нож маловато я что-то взяла для такой красавицы рекомендуем вам капусту изящная от компании ваше хозяйство именно для употребления свежим виде тушения и приготовления вкусных гарниров она очень сладко на вкус хрустящие сейчас буквально пару листочков отрежу чтобы провести эгустацию в прямом эфире сочна хрустящая на разрезе беловатая и покровные листочки слегка окрашены в легкий такой зеленый оттенок сейчас то что нужно отварить вкрутую яичко пошинковать добавить огурчик свежей зелени и с домашней каком заправочкой будет просто объедение капуста богата витаминами богата клетчаткой поэтому она просто обязана быть в рационе нашего питания созревает очень быстро как я уже сказала долго держит товарный качан даже вперед за сушеную погоду при обильном поливе и например в так количество обильных осадков 2 плане лета поэтому смело его выращивать на своем приусадебном участке особенно рекомендую дачника выходного дня приехали у вас товарные качанщики на грядке всегда будут в наличии не прощаюсь надолго сейчас пойду эту красавицу понесу к столу называется капуста белка чанная изящная с великолепным необычной формой кочана